В этом видео я подробно остановлюсь на причинах и способах решения медленной работы и тормозов интернет-браузера. Я расскажу и покажу способы на примере Google Chrome, но это все применимо и актуально для любых других браузеров. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Начну, пожалуй, с самой базовых вещей. Многие наверняка уже с ними знакомы, но тем не менее. Первое, на что я хочу обратить внимание, это характеристики вашего компьютера. Дело в том, что если ПК слабый по сегодняшним меркам, а вы устанавливаете на него новое требовательное программное обеспечение, плюс расширение и дополнение, то совсем не удивительно, что он начинает тормозить. Поэтому для пользователей старых или малопроизводительных компьютеров можно дать несколько базовых рекомендаций. Старайтесь не устанавливать слишком много расширений, только самые необходимые. При работе не открывайте много вкладок. При открытии десятка другого вкладок может начать тормозить любой браузер. Регулярно проводите чистку браузера и системы. О том, как это сделать, я подробно расскажу дальше в видео. Откажитесь от необязательных плагинов, например, Adblock, который блокирует рекламу. С одной стороны, плагин удаляет лишнюю рекламу, а значит, ее не нужно будет отображать и нагружать ПК. Но с другой стороны, перед загрузкой странички плагин сканирует ее и удаляет рекламу, чем и замедляет серфинг. О том, как все это сделать, я детально расскажу дальше в видео. Также узким местом в работе современных компьютеров уже давно является жесткий диск. У большинства пользователей установлены классические жесткие HDD диски. А у любого браузера есть кэш, который он хранит как раз на диске. Поэтому проблемы с тормозами зачастую имеют корень как раз в этом. Ведь SSD диски, в отличие от классических HDD, не имеют никаких вращающихся частей, магнитных пластин и головок. Поэтому скорость передачи данных ими значительно выше. На сегодняшний день это самый лучший эффективный способ существенно ускорить свой компьютер в разы. Если собираетесь делать апгрейд компьютера, рекомендую начать именно с установки SSD вместо HDD. На моем компьютере диск C это SSD диск, а диск D это HDD диск. Давайте протестируем их скорость чтения и записи с помощью программы CrystalDiskMark. Разница очевидна. Поэтому на SSD у вас должна быть установлена операционная система и приложение. В том числе и браузеры. Очень вероятно, что вам и не понадобится апгрейд больше никаких компонентов. А старенький HDD можете оставить вторым диском в системе и хранить на нем пользовательские файлы. Но браузер может тормозить не только на слабом ПК. Этим часто грешат и производительные компьютеры. Как определить причины плохой работы браузера в таком случае? Используйте диспетчер задач браузера, чтобы выяснить, что замедляет его работу. Вы можете видеть нагрузку на процессор, использование памяти из сети браузером и отдельными его вкладками в диспетчере задач Windows. Но не все знают, что почти в каждом браузере есть и собственный встроенный диспетчер задач, подробно показывающий нагрузку, вызываемую запущенными вкладками и расширениями браузера. Например, чтобы открыть диспетчер задач Chrome. Находясь в браузере, нажмите клавиши Shift плюс Escape. Откроется встроенный диспетчер задач браузера. Также его можно открыть через меню «Дополнительные инструменты» — «Диспетчер задач». В открывшемся диспетчере задач вы увидите список открытых вкладок и использование ими оперативной памяти и процессора. Если вы видите, что какая-то отдельная вкладка использует значительное количество ресурсов процессора, с большой вероятностью на ней происходит что-то, вредящее его работе. Это могут быть разного рода вредоносные процессы. При желании, нажав правой кнопкой мыши в любом месте диспетчера задач, вы можете отобразить другие столбцы с дополнительной информацией. В целом, вас не должно смущать то, что почти все сайты используют более 100 МБ оперативной памяти, при условии, что у вас ее достаточное количество. Это нормально и направлено для его более быстрой работы. Но если какой-то сайт сильно выделяется из общей картины, стоит обратить на него внимание и, возможно, завершить процесс. Задача процесс GPU или процесс графического процессора в диспетчере задач браузера отвечает за работу аппаратного ускорения графики. Если она в значительной степени нагружает процессор, это тоже может быть странно. Возможно, что-то не так с драйверами видеокарты или стоит попробовать отключить аппаратное ускорение графики в браузере. Это же стоит попробовать сделать, если тормозит прокрутка страниц, то есть они долго прорисовываются или тому подобное. В диспетчере задач браузера также отображается нагрузка, вызываемая расширениями браузера. Иногда может оказаться, что нужное вам расширение как раз и тормозит работу браузера. Но не всегда с помощью диспетчера задач браузера можно выяснить причины его медленной работы. Поэтому я хочу сделать несколько общих рекомендаций и рассмотреть несколько наиболее распространенных причин, по которым ваш браузер может тормозить. Закройте лишние вкладки. Чем больше в браузере открыто вкладок, тем больше он пожирает оперативной памяти. Поэтому постарайтесь закрывать все ненужное. Отключите ненужные расширения. Простой и очевидный шаг. Чем больше расширений, тем медленнее работает браузер. Так что дополнения, которыми вы не пользуетесь постоянно, лучше отключить или вовсе удалить. Устанавливайте только те, без которых вам не обойтись. Очистите кэш браузера. Кэш – это папка, на компьютере, в которой браузер сохраняет некоторые элементы веб-страниц, которые вы посещаете. Со временем эта папка, особенно если она никак не ограничена в настройках браузера, разрастается до весьма ощутимых размеров. Интернет-браузер старается сохранить в кэш как можно больше элементов с посещаемых вами сайтов. В теории это помогает ускорить загружку страниц. Однако, если у вас достаточно быстрое соединение и не очень вместительное хранилище, то переполненный кэш лучше очистить. Так как браузер начинает работать медленнее, лишний раз роясь в кэше и ведя поиск по тысячам записей. Найдите в меню настроек вашего браузера меню очистки истории, куки и кэша. В большинстве браузеров по умолчанию используются кнопки Ctrl, Shift, Del. В Opera, Chrome и Firefox кнопки работают. После того, как вы их нажмете, появится окно, в котором можно отметить, что удалить из браузера. Выберите данные, которые нужно очистить, и временный диапазон. И удалите данные. Чистка Windows. Помимо очистки браузера, время от времени рекомендуется проводить очистку и операционные системы Windows. Также не лишним будет оптимизировать операционную систему с целью увеличения производительности ПК в целом. Этой теме у нас на канале посвящено достаточно много роликов, поэтому в описании я оставлю ссылки на некоторые из них. Вирусы, рекламные модули, странные процессы. Обычно они встраиваются в браузер после установки какой-нибудь небольшой программы. Многие пользователи по инерции нажимают далее-далее, не глядя на галочки. А эта реклама и спрятана за ними. В итоге в браузере или на ПК устанавливаются всяческое рекламное или вредоносное ПО, которое очень сильно влияет на скорость работы браузера, интернета и системы в целом. Какие симптомы заражения браузера? Появление рекламы в тех местах и на тех сайтах, где ее никогда раньше не было. Различные тизеры, ссылки и т.д. Самопроизвольное открытие вкладок с предложениями заработать, сайтами для взрослых и т.д. Предложение отправить смс для разблокировки на различных сайтах, например, для доступа к ВКонтакте или Одноклассникам. Появление новых кнопок и значков верхней панели браузера. Во всех этих случаях первым делом рекомендую проверить браузер на наличие вирусов, рекламных модулей и т.д. О том, как это сделать, вы можете узнать, просмотрев наши соответствующие ролики. Ссылки на них будут в описании. Если вы опытный пользователь ПК и уверены, что с описанными ранее пунктами у вас все в порядке, но вы чувствуете, что браузер должен работать быстрее, то для вас есть еще несколько способов его ускорить. Это Изменить размер кеша в браузере Итак, поскольку основным узким местом является кеш на диске, становится очевидным, что уменьшение его размера позволит уменьшить обращение к жесткому диску, а значит улучшить отклик браузера в целом. Чтобы изменить размер кеша в Chrome, Яндекс.Браузере и прочих браузеров на основе Chromium, достаточно добавить в следующие параметры в строку запуска браузера. Проще всего это сделать, отредактировав ярлык, которым вы включаете свой браузер. Размер кеша с помощью этого параметра указывается в байтах. Например, значение выше – это 100 МБ. Чем меньше вы устанавливаете это значение, тем меньше браузер будет зависеть от производительности жесткого диска. Можно выставить совсем минимальное значение, равное 1 байту. И тогда вы фактически совсем откажетесь от кеша, что по сути аналогично частой очистке после каждого сеанса серфинга. Чтобы изменить размер кеша браузера, в моем случае Chrome, кликните по ярлыку, которым вы включаете свой браузер, правой кнопкой мыши. Выберите «Свойства», «Ярлык». И в поле «Объект» добавьте указанный мною параметр. Где цифры – это размер кеша в байтах. Применить. Окей. Но тут нужно понимать, что в некоторых случаях это может наоборот ухудшить премия отклика некоторых сайтов. Особенно такие, которые вы часто посещаете. Особенно с тяжелым дизайном. Поэтому лучше выставить размер кеша таким, чтобы хотя бы что-то в него помещал, скажем, 10 МБ. Даже для самого медленного диска такое значение будет золотой серединой. Следующий способ. Поместить кеш в оперативную память. Для тех, кто хочет пойти дальше и выжать максимум из браузера, есть еще один способ. Создать в оперативной памяти диск и поместить папку с кешем браузера туда. Это работает по той причине, что скорость работы оперативной памяти ПК в разы выше, даже чем скорость работы SSD диска. А о сравнении с обычным жестким диском даже и речь не идет. О том, как сделать это, у нас на канале уже есть отдельное видео. Обязательно посмотрите его по ссылке в описании. Надеюсь, это видео будет полезно всем, как начинающим, так и продвинутым пользователям ПК. На этом все. Смотрите наши видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Headman Software. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.